Библейский портал экзегет.ру представляет Глава Агура, сына Яке Массаита, вот что возвестил этот муж Итиелу, Итиелу и Ухалу. Кто все эти люди, понятия не имеют, никто не знает. Массаит, что это за масса? Скорее всего, это его принадлежность племенная, национальная, наверное, трудно говорить про это. Ну, в общем, он из племени масса. Что это, где это, толком ничего не понятно. Кажется, из потомков Измаила там было это имя. Но, может быть, Массаи это изречение или пророчество, так иногда это слово переводят в других контекстах. Почему именно Итиелу и Итиелу два разных Итиела, и Ухал с ним еще какой-то. С какой стати это сюда попало, какое отношение это имеет к Соломону, абсолютно непонятно. Но, мне кажется, это даже здорово. Вот книги-притчи Соломоновы, да, там все Соломон, Соломон, Соломон. А вы что думаете, Соломон единственный мудрый человек на земле жил? И они все были израильтяне, мудрые люди? Да нет. Мудрецы везде есть. Вот какие-то Итиелу, Ухал, Агур, там у нас еще Лемуэл будет в следующей главе. Они такие же мудрецы, как Соломон. Многому можно от них научиться. Не будьте такими тупыми шовенистыми, не считайте, что только вот наши мудрецы. Везде есть мудрецы, и не зазорно у них учиться, даже если вы не знаете, кто это такие. И начинает он очень цветисто. Конечно, я тупее всех людей, нет во мне человеческого разумения. Не выучился я мудрости и священному знанию не причастен. Ничего себе заявление мудреца, я тупее всех людей. Это что за я хуже всех вдруг? Ирония какая-то. Такая восточная, знаете, или манера самоуничижения. Тут же восточное все, да? Трудно сказать. И вдруг он дальше продолжает. Кто взошел на небо и спустился? Кто удержал ветер в горсти? Кто завернул воду в накидку? Кто установил пределы земли? Как ему имя? Как имя его сыну? Ты, конечно, знаешь. Я, тупой, не знаю. Но ты-то, конечно, знаешь. Хм. Все речения Божьи непорочные и чистые. Они щит для прибегающих к нему. То есть это про Бога, наверное? Как это он взошел на небо и спустился? Удержал ветер в горсти, завернул воду, установил пределы земли. Это протворение мира. Как ему имя? Господь. Как имя его сына? У него сын. Конечно, христианская экзегеза здесь очень радуется. Взошел на небо и спустился. Это пророчество о Христе. Но он, правда, спустился, а потом взошел. В другом порядке, но все равно. И это было уже известно? Мне кажется, это некий намек, но не более того. То есть этот самый Агур говорит, есть много тайн, которые мне совершенно неизвестны. Перед этими тайнами я чувствую себя абсолютным тупицей. Может быть, вы мне поможете их разгадать? Я мудрец, но я не тот, кто бегает и кричит. Я все знаю. Я ищу ответа и не могу найти. Я вижу, что эта мудрость, она каким-то образом указывает нам на Творца Вселенной. Но я не знаю о нем очень многого. Как это произошло? Что это было? Я знаю только одно. Все речения Божьи непорочные и чистые. Они щи для прибегающих к нему. Вот я знаю, что это работает. Я знаю, что если ты к нему прибегнул, ты в безопасности. А как он взошел на небо? Как он устроил этот мир? Как он завернул воду в накидку? Что это вообще такое? Какой-то красивый образ? Или, скажем так, он взял под свой контроль моря, реки, океаны? Не знаю. Не знаю. Вот глупый я на фоне всего этого, на фоне удивительного мироздания, ощущаю свою ничтожность. Не прибавляя лишнего к его словам. Не то улечит тебя, окажешься лжецом. Он непознаваем, он велик, он неизречен. Если ты начинаешь что-то свое к этому приписывать, то ты лжец. Оставайся в этом изумлении перед Богом, которого ты не понимаешь до конца. Мне кажется, прекрасный урок. И тут же, но ведь, а жить-то как? У нас тут вся книга про то, как жить. О двух вещах прошу тебя, вероятно, Бога. Не откажи в них, пока я жив. Суету и ложь удали от меня. Не давай мне ни бедности, ни богатства. Отмеряй мне мою долю хлеба, чтобы, присытившись, я не отрекся, не сказал бы, а кто это, Господь? Или, обнищав, не стал бы воровать, оскверняя имя Бога моего. Ни бедности, ни богатства. То есть достаток, спокойный, скромный достаток. Если я нищий, я иду воровать, мне кушать хочется, я не могу сдержаться от преступления. А если я присытился, то мне никто не нужен, мне Бог не нужен, у меня свое богатство. Вот золотая середина, скромный достаток. И суету и ложь, да, то есть то, что человека тоже уводят от его самости, от его сущности подлинной. Когда он начинает очень много чего-то делать, или когда он живет в мире лжи, фантазии и всего прочего. И тут же, не клевещи на слугу пред его господином, иначе проклянет себя, и за вину свою ответишь. Ну да, понятно, если там у кого-то есть раб, и я пришел, и начинаю про этого раба рассказывать небылицы, то, конечно, сразу выяснится, что это не так. Но при чем здесь это? Про другого человека не рассказывай перед Богом, неправда. Он слуга Божий, как и ты. Бывает, да, ну всякое бывает. Бывает, что проклинают отцов, и матерей не благословляют. Бывает, что мне от себя чистыми, но от собственного кала не омылись. Бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, и челюсти, как ножи мясника, чтобы пожирать между людьми бедных и обездоленных сосвету сживать. Вот всякое бывает. Господи, ты удали от меня суету и ложь. Вот мне бы только не быть среди них. Я понимаю, что мир несовершен, я понимаю, сколько в нем зла. Мне главное не клеветать на других. Но то, что зло есть, я знаю, я не оправдываю зла. Потому что есть две крайности, об этом уже здесь говорилось много. Оправдывать злодея и обвинять невинного – это одно и то же. Вот клеветать на слугу перед его господином, говорит про другого человека, гадости плохо, но и оправдывать зло, которое действительно есть в этом мире, и которое страшно, тоже нехорошо. И дальше вот об этих вещах. У пиявки две дочери. Дай, дай. Такой красивый образ жадности. Прямо отдельно стоит выражение. Три вещи никогда не насытятся, и четвертая не скажет – хватит. Такие числовые притчи, они были в самом начале. Три и четвертая. То есть есть некоторое количество, и список можно продолжать. Шиол – бесплодное чрево, и земля, что никак не насытится водой, и огонь, что никогда не скажет – хватит. Шиол – это мир мертвых. Люди продолжают умирать. Бесплодное чрево, очевидно. Женщина, которая не может родить, и никак вот сколько семени она не принимает, она не становится матерью. Земля не насыщается водой. Да, на Ближнем Востоке, ну, в каких-нибудь сибирских болотах-то запросто, на Ближнем Востоке воду можно лить в землю бесконечно, она будет утекать. И огонь не скажет – хватит. Причем здесь это? Наблюдение над природой. Все умирают, да, огонь сам по себе не гаснет. Если Ока с насмешкой глядит на отца, и мать ни во что не ставит, выклюет его ворон в долине, сожрет его стервятник. И тут такой образец вот еще даже языческой мудрости, понятного греха, да, издевательства над родителями. Очевидно, в мире есть какие-то разрушительные силы, как огонь, например, да, как смерть, например, которым нельзя поставить заслона. Вот они просто есть, приходится это признавать. И это, например, злословие своих родителей. Его может Господь каким-то образом прекратить, но вот мы не в состоянии полностью искоренить зло в этом мире. Мы не в состоянии понять этот мир. Три вещи меня поражают, и четвертый, я не понимаю. Пути орла в небесах, пути змеи на скале, пути корабля среди моря, пути мужчины к девушке. Ну, что ж тут непонятного, путь мужчины к девушке. А вот как за орлом, не знаешь, куда он летит, не может лететь, или корабль среди моря выследить не может, но сегодня радары есть в том мире. И точно так же вот в сердечных делах ты не понимаешь, что происходит. Даже про себя иногда, а уж про другого тем более. А путь развратницы таков. Поезд, губы утрет, скажет, ничего я худого не сделала. Вот смотрите, как интересно. Можно сказать, это такая мезогиния, но недоброзелательство к женщинам. Путь мужчины к девушке – это высокое понятие, а развратница – это женщина, которую принимает этого мужчину. Но мне кажется, здесь скорее характеристика двух разных явлений. Любви, да, всё-таки в традиционном обществе мужчина к девушке идёт, а не девушка к мужчине. И разврата. Когда вот поезд, губы утрёт, то есть для лично сыщения своего какого-то инстинкта делается. Вот любовь – это как орёл в небесах, это красиво и ярко, это как корабль среди моря. Иногда как змея среди скал, то есть что-то опасное, не очень приятное, да. А разврат, он же понятен и прост, как три копейки, но он очень некрасив. От трёх вещей содрогается земля, и четвёртый вынести не может. Раба, что стал царём, негодяя, что досы-то ест. Ненавистную женщину, что вышла замуж, служанку, что заняла место госпожи. Вот тут, кстати, сразу из четырёх две женщины, да, ненавистная, позорная женщина ушла замуж, вероятно, та самая блудница. И служанка, которая заняла место госпожину, то есть, вероятно, муж прогнал свою жену и взял служанку, потом помоложе, покрасивее, на её место. То есть, это форма такого же разврата, который получает, ну, скажем так, внешнее какое-то покровительство, становится внешне приглаженным, социально приемлемым. Он на самом деле продолжает быть развратом. Сюда же относится негодяй, что досы-то ест. Что ж такого плохого, что он досы-то ест? А вот должен негодяй страдать. За его грехи должна быть у него какая-то в жизни неустроенность. Вот не должно быть так, что он творит всякие безобразия и комфортно сидит на своем месте, счастливо ест, пьёт, веселится, отдыхает. Не должно так быть. И раб не должен становиться царём. А почему? Кто был ничем, тот станет всем. До основания мы разрушим. Ну, знаете, я вот позволю себе отослать вас к песне Сергея Никитина на слова Резерда Киплинга «Раб, который стал царём». Вот лучшего комментария на этот стих я не слышал никогда. Когда человек с рабскими повадками ставит себя на царское место, то для его страны это губительно абсолютно. И что очень хорошо отмечают Киплинг и Никитин потом в своей песне, что к женщине, которая заняла место госпожи, можно не ходить домой, да, можно с ними не общаться. А с царём, который по-арабски себя ведёт, вот ничего не сделаешь. Он там, и ты вынужден каким-то образом страдать из-за этого. Ну, ладно, это всё плохие вещи. А есть, наоборот, вещи неожиданно прекрасные. Есть на земле четверо малых, но они мудрее мудрых. Даже в самом малом можно найти мудрость, да, в скромном. Муравьи народят слабосильные, а пищей запасаются с лета. Зверьки-даманы народят с немогучие, а жилища устраивают среди скал. Но это такие вот доманы, маленькие животные. В нашем климате их нет, на Ближнем Востоке они есть. Действительно, маленькие зверьки действительно по скалам лазают. У саранчи нет царя, но выступает она единым строем. Ящерица лапками цепляется, но бывает и в царских чертогах. Мир прекрасен и удивительен. У всего можно поучиться. У троих статная осанка, у четвертого твердый поступь, у льва богатыря среди зверей никому дороги не уступит, у петуха-вожака, у козла и у царя во главе войска. Вот человеческое общество окажется во многом построено как животное стадо. Ну, конечно, царя требуется больше, чем от петуха, козла или льва, но, тем не менее, он тоже вожак своего стада. Вот в природе много вещей повторяются на разных уровнях. «Если ты по глупости превознес сам себя, если замыслил недоброе, зажми себе ладонью рот, ибо от сбивания молока бывает масло, от биения по носу кровь, от биения гнева вражда». «Зажми себе рот, не терапись высказывать». Здесь еще такая игра слов, вот «взбивание масла», «битье по носу», «биения гнева вражда», там еще эти слова, вот «кровь» и «вражда», в общем-то, это одно и то же по-древнееврейски. И, смотрите, получается, что вот эта игра слов, она подсказывает, гневное оно бьет, оно ранит, да? И как только у тебя появляется желание это сказать, зажми себе рот ладонью специально, вот любыми силами удерживайся. Причем здесь царь во главе войска или там муравьи. А вот сложно устроен мир, мир животных, насекомых даже, мир людей. И в этом мире есть какие-то простые и понятные опасности. В частности, действовать, особенно говорить под влиянием гнева, это очень плохая тактика, это способ посеять вражду, это что-то такое, что надо всеми силами прекратить немедленно и сразу. Ну вот 30-е на этом закончилось, 31-е у нас тоже будут очень необычные вещи. Продолжение следует...